Добрый день! Сегодня расскажу про пирамидку от Мою. Называется Вейлонг Джиндзита Пазл Маглев. Или просто Вейлонг Маглев Пираминкс Мою. Да, мы видим, что здесь есть система Маглев, есть регулировка магнитов. И вроде это пока единственный производитель, кто сделал регулировку магнитов. Хотя я, возможно, какие-то уже пропустил, поправьте в комментариях. Сегодня 31 мая, дети написали ЕГЭ по математике. Мои ученики в том числе. Мне хотелось сказать, что пирамидка вышла недавно, но прошло уже года два с момента ее релиза. Я все про нее и не рассказал. Коробочка вот такая, всякая техническая информация, строение, магнитики, винтики, систему Маглев. Все здесь есть. Открываем. Коробочка простенькая. Здесь сразу коробок с аксессуарами. Какая-то бумажка. Не смотрел. Но здесь нарисовано много китайцев. Вероятно, какие-то рекорды. Даже как собирать пирамидку не сказали. Сама пирамидка. Внутри еще был вот такой вот пластиковый элемент. Но я что-то не приспособил его обратно, поэтому положил отдельно. И вот пирамидка. Логотип мою. Он наклеен. Уже после использования видны края пленочки. Внутри пластик фиолетовый. И все это эстетически очень даже красиво. На всякий случай заглянем в коробочку с аксессуарами. Здесь у нас всякие приборы для настройки. Настроить здесь и есть что. И запасная крестовина. Надо же. Еще куча каких-то... Ну, это стандартная отвертка. А это, видимо, ручка для вот этих насадок. Туда вставляющие крутишь. Также еще какие-то бумажки. Наверное, все-таки наша инструкция ждет. Какие-то бумажки. Ага. Как собирать? По-всякому. Это версия Maglev. Была еще версия Magnetic. И еще была серия RS. Pyraminx. Чуть попроще. С какими-то упрощениями. Ни Magnetic, ни RS я не покупал. Это вроде бы топовая пирамидка. Стоит не особо дорого. Кажется, чуть больше тысячи сейчас она стоит. Гораздо дешевле, чем пирамидка от GAN. И она ничуть не хуже. В крайней мере для меня. Напомню, что у Mojo была другая топовая пирамидка. Лет 8 назад ее выпустили. Просто Mojo Magnetic. Наверное, одна из первых магнитных головоломок. Раньше пирамидки были на таких шариках, подшипниках. Фиксаторах. Мне эта пирамидка не нравилась никогда. Когда появилась X-Man Bell, я сразу на нее перешел. Но сейчас, наверное, конкуренты есть и другие. Есть GAN, который сейчас, наверное, самый дорогой. И с GAN я буду сравнивать. Потому что с древней пирамидкой сравнивать смысла нет. Она, естественно, хуже. Визуально. Отверстия у GAN, вот это между элементов, сильно меньше. У GAN нет настроек магнитов. Есть настройка жесткости. И из уголков магниты, кажется, можно только вынимать. Я когда-то ее давно обозревал. Пирамидку GAN уже давно не крутил. Но, кажется, было так. И мне на уголках магнитиков не хватало. Здесь же самые потрясающие уголки на всех пирамидках, какие я когда-либо видел. То есть они вот идеальны для меня. Очень приятны так сильно. Очень хороши. Вращение самой пирамидки. Оно поначалу очень непривычное. Очень быстрое. Резкое. Может оно изначально напугать. Но мне очень понравилось с первых движений. Я сделал как-то тысячу сборок. Потом отложил. Думаю, надо покрутить тысячи три хотя бы. Но сейчас все. Работа, работа. Много дел. Время-то времени ее крутил. Зная, что пора бы уже заканчивать с ней. Сделал еще сборок 500 и понял, что, наверное, больше мне про нее узнать нечего. Так выглядит здесь регулировка магнитов. Одним из этих приборов можно крутить с лицевой насадкой. И есть пять положений на магнитах и пять положений на гайке. Разбирать не буду. На картинке было видно. То есть можно жесткость менять, можно магнитики менять. В уголках не знаю, можно ли менять магнитики. Но они такие хорошие, что, наверное, не стоят. В любом случае, если вам из коробки вращение не понравится, оно регулируется. До этого Ганн я считал лучшей пирамидкой. Но как только появился Ви Лонг, я мнение поменял. Ганн остается пирамидкой хорошей. Но Ви Лонг мне нравится больше. Я не являюсь профессиональным сборщиком пирамидки. Как-то доходила сотка с секунд до шести. Собираю ЛБЛ. Немножко просчитываю. Но, естественно, пирамидкой я не особо тренирую. Но как дисциплина мне нравится. Просто иногда здесь пособирать интересно. И время от времени просыпается такое желание открутить пищенку на какой-нибудь головоломке. Все-таки спидкубинг, он и есть во мне. Сейчас летом будет немножко попроще. Наверное, что-то покручу. Потрясающая пирамидка. Те, кто собирает секунды за две, наверное, могут меня поправить. Сказать, что что-то с ней не так. Какие-то есть в ней недостатки. Но меня она за полторы тысячи сборок, наверное, даже больше я сделал, ни разу не расстроила. Все с ней хорошо. Единственное, что я заметил. Если добавлять сюда жидкую смазку, то реакции практически никакой не заметны. От жидкой смазки. Вероятно, только густая здесь поможет. Ну и, может, у меня смазка такая уже не совсем свежая. Недостаток. По сравнению с ганом, главное ее, это шум. То есть, вот, делаем аккуратные движения, щелкает. Делаем аккуратные движения, все равно щелкает. Ган потише. Погромче. Ну, это особенность такая. Но она невероятно приятна в руках. Если вы из тех, кто просто хочет одну пирамидку, просто собирать ее в удовольствие, то это не самый дорогой вариант из всех пирамидок, но визуально очень красивый. В руках приятнее, наверное, некуда. Возможно, когда-нибудь сделает и лучше. Возможно, уже есть. Но пирамидка мне, как, наверное, не профессионал сборщику именно этой дисциплины, очень понравилась. Так что вполне могу рекомендовать. И, наверное, для меня она сейчас лучше. Не буду сравнивать и не могу сравнить, даже не спрашивайте, как там остальные версии. То, что не покупал и покупать, естественно, не буду. Не то сделал. Собираем зеленого. Очень, очень хорошо контролируется пирамидка. Ганн, кстати, на моей настройке иногда норовил выдать из себя элементы какие-то. И это, конечно, нехорошо. Но я как-то растягивал жесткость. Уже не помню как. Здесь же меня полностью устроило кручение из коробки. Вот она притерлась еще за отреченкой сборок. И стало все хорошо. И вот сейчас уже ничего не меняется. Возможно, вот это положение, наверное, какое-то среднее сейчас стоит. Но оно вполне комфортное. Можно сделать сильнее, можно сделать слабее. Каждый найдет свое положение. Мне нравится. Пишите, как вам. Нравится ли тоже. Есть из этой серии еще и скьюб. Я их купил вместе. Ну, скьюб теперь, конечно, надо покрутить. Ганн, конечно, великолепен скьюб. У пирамидки были какие-то свои недостатки. Но скьюба их пока нет. Буду крутить долго. Как время найду. И потом уже выскажу свое мнение. Вот такой же фиолетовый внутри. Такие же большие зазоры здесь кругом. Ну, визуально очень нравится. Хотите классную пирамидку? Вот она. Мою Виелонг Маглев. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.